Призраки и привидения По данным социологического опроса, проводимого в США в 1987 году, 13% американцев утверждают, что видели привидения, а 30% жителей Флориды сказали, что верят в них. Общенациональный опрос, проведенный Чикагским университетом, показал, что 42% населения США общались с кем-то, кто уже умер. При этом среди вдов и вдовцов количество контактов увеличилось до 60%. Вера в привидения сопровождала человечество едва ли не с самого начала его эволюции. Первое письменное свидетельство контакта с призраком относится ко II тысячелетию до н.э. Глиняные таблички вавилонского эпоса Гильгамеши описывают встречу Гильгамеша с призраком его умершего друга Энкиду. Даже римляне, покорившие полмира, отчаянно боялись привидений и периодически устраивали мероприятия по их задабриванию. Традиции праздничного общения с призраками характерны не только для Рима и Европы. Согласно китайской мифологии, в 15-й день 7-го лунного месяца, в ночь 14-го на 15-е августа, открываются двери подземного царства, выпуская призраков бродить по нашему миру. Утопленники, повешенные и самоубийцы ищут жертв среди людей, чтобы отнять у них душу и поместить ее в царство мертвых вместо себя. Существуют также гадальные доски Уиджа для общения с призраками. Это подустроение мероприятия, хороший повод для проведения Юлан-джи, праздника голодных духов. Чтобы отпугнуть злых призраков, китайцы спускают на воду зажженные фонарики, а для своих умерших родственников накрывают столы и бросают в жертвенный огонь самые необходимые для приведения вещи, такие как обувь, одежда и деньги. Таким образом, эти богатства переходят в иной мир. В такой день особенно опасным считается ходить по улице ночью. Это касается в первую очередь детей. Им запрещают покидать дом до окончания праздника. Вообще, фестиваль считается семейным мероприятием. Однако, в последнее время появилась традиция устраивать театрализованные представления с карнавальными шествиями, масками и костюмами. Очень похожая традиция существует в Мексике. Калаверас, праздник мертвецов. Люди одевают маски в виде черепа и веселятся. Поют песни умершим, воздают им почести и украшают их могилы. Призраки вовсе не обязательно должны иметь человеческие черты. Их проявления разнообразны, а поведение не одинаково. Они могут иметь расплывчатый образ чего-то страшного. Принимать вид человека, девушки или женщины в белом, девушки с распущенными волосами, старика в белом с бородой до пояса или покойника. Привидения могут также проявляться в виде животного, например, кошки или собаки. Они могут принимать форму конской головы, светящихся человеческих пальцев, отрезанных рук и блуждающих огоньков. Обобщая все, что нам известно о привидениях, можно выделить три наиболее распространенных типы этих существ. Первый из них абсолютно безопасный, представляет из себя не что иное, как видеовоспроизведение событий прошлых лет. Они разворачиваются перед вами именно так, как происходили раньше. Однако все попытки выйти на контакт с участниками этого представления не увенчаются успехом. Это всего лишь запись истории, своеобразный информационный сгусток, который проигрывается при наступлении каких-то определенных условий. Подобные привидения накрепко связаны с тем местом, где происходили воспроизводимые события. Наиболее часто такие призраки встречаются на полях сражений, в средневековых тюрьмах или старинных домах, где происходили жестокие убийства. То есть в местах, имеющих мощную отрицательную ауру и связанных с крупными историческими событиями. Например, одним из самых известных потусторонних кинотеатров является лондонский Тауэр, почти 800 лет служивший тюрьмой. Призраки Тауэрских принцев, короля Эдуарда V и его брата, предательски убитых в 1483 году, бродили по коридорам замка, пока их останки не перезахоронились королевскими почестями в 1674 году. До сих пор появляются сэр Уолтер Рейли, 13 лет бывший узником этой тюрьмы. Кричащий Гай Фокс, подвергнутый смертельным пыткам за намерение взорвать английский парламент. Графиня Солсбери, каждый раз заново переживающая ужас казни и убегающая от палача, который гонится за ней по эшифоту. А также Анна Болейн, призрак которой прозывали Белая Леди. Вторая жена Генриха VIII, обезглавленная по его приказу. Второй тип призрака – интерактивный. Его проявления очень разнообразны. Чаще всего мы воспринимаем его в качестве музыки, голосов и шагов. В некоторых случаях мы можем ощутить запах, с которым ассоциировался покойный. Например, если он курил, то запах табака. Призрак может принимать форму световых шаров, тумана или других визуальных явлений. Также возможны и осязательные ощущения, например, прикосновение чего-то холодного. Понижение температуры – это явное свидетельство появления призрака. С недавних пор выделяют еще один способ взаимодействия призраков с миром живых. Это так называемый феномен электрического голоса. В январе 2005 года на экраны вышел фильм «Белый шум», посвященный данному явлению. Феномен электрического голоса – это непризнаваемое официальное наукоявление, при котором бытовые электрические приборы, например, телефоны, телевизоры или магнитофоны, могут принимать сигналы, исходящие от давно умерших людей. Как правило, эти сигналы спрятаны среди помех, так называемого «белого шума». Проще говоря, призраки родственника в любой момент могут позвонить вам с того света и попросить вас что-то сделать. Отдельный вид призраков этого типа – полтергейст. Сложно сказать, является ли он привидением в прямом смысле этого слова. Полтергейст вполне может оказаться не душой умершего человека, а каким-либо сверхъестественным существом. Например, домовым, беспокойным, проказливым и даже злым. В любом случае он невидим, привязан к конкретному жилому помещению и проявляет себя путем физического воздействия на бытовые предметы. Если у вас в доме самопроизвольно включаются электроприборы, летает посуда, открываются и закрываются ящики – это явный признак активности полтергейста. И, наконец, третий тип привидений – антропоморфные или человекообразные духи, способные активно взаимодействовать с окружающим миром. Они не привязаны к определенному месту, охотно вступают в общение с людьми, и, подобно полтергейсту, иногда способны воздействовать на окружающую действительность. Классический облик такого привидения – это белое полупрозрачное тело с нечетко проступающими деталями, черты лица, одежда. Однако очевидцы упоминают и о совершенно черных привидениях, похожих на поднявшуюся с земли тень. При этом нельзя однозначно утверждать, что светлые призраки добрые, а черные – злые. Цвет и форма проявления никак не влияют на их поведение. Светящийся шар вполне может напасть на вас, а черная тень – указать на спрятанный в земле клад. Специалисты по привидениям выделяют еще один особый тип – доппеллигангер. Это ваша призрачная копия, которая появляется, предвещая беду. На привидения совершенно не влияют условия окружающей среды. Оно одинаково хорошо видно как днем, так и ночью. Внешние источники света не делают их ярче. Изредка привидение может испускать свет самостоятельно. Некоторые свидетели появления призраков заявляют о том, что их невозможно увидеть иначе, как боковым зрением. Прямой взгляд на привидение делает его практически неразличимым. Помимо вышеописанной теории происхождения призраков, иногда высказываются и другие предположения. Например, привидения могут быть существами высшего порядка, обитающими в нашем мире. Или, как вариант, они являются посланцами из другого измерения. Обе точки зрения не менее фантастичны, чем первая, и опираются на довольно веские доводы. Если взять за основу религиозное толкование и предположить, что привидения – это души людей, то возникает вопрос, а как быть с многочисленными сообщениями о встречах с призраками животных и даже вещей? Здесь можно вспомнить призрачный корабль «Летучий голландец». Очевидно лишь то, что все без исключения призраки – бесплотны. Они легко проходят сквозь стены и не боятся обычного оружия. Вероятно, они способны полностью или частично контролировать свою видимость и показываться людям лишь тогда, когда сами того хотят. Зачем привидения приходят в наш мир? Придерживаясь мистического взгляда на этот феномен, следовало бы спросить иначе – почему они остаются в нем? Считается, что грешная душа попросту не может найти дорогу к источнику своего творения и вынуждена скитаться по земле до тех пор, пока не искупит свою вину. Не исключено и то, что призраки возвращаются к нам из потустороннего мира, чтобы предупредить живых об опасности, угрожающей им, либо отомстить убийце за свою смерть. Существуют и другие предположения относительно цели пребывания привидений в нашем мире. Например, возвращение с того света, чтобы закончить какие-то важные дела. Либо, что более вероятно, умерший может захотеть остаться на земле из-за любви к близкому человеку. В любом случае, повод, по которому призрак посещает нас, совершенно не оптимистичен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok